шалом дорогие друзья все кто проявляет интерес к этому порталу оазис я приветствую вас любовью господа и сегодня я хочу поговорить о празднике роша шана мы с вами говорим мессианской апологетики сейчас мы разбираем пятый пункт праздники то есть то что принадлежит еврейскому народу то что является как бы нашей приоритетом возможно роша шана глава года начала года то есть это время когда наступает осень и есть несколько традиционных объяснений этого праздника соответствии с названиями данными в писании зигарон труа это память о триумфе воспоминание трубного звука связано с радостью по поводу мира который сотворил бог то есть роша шана является отправной точкой это день когда был сотворен мир второе название это и он труа буквально день трубления день когда трубят шафар числа 29 первый стих и в седьмой месяц первый день месяца да будет у вас священное собрание никакой работы не работайте пусть будет это у вас день трубного звука главный смысл этого праздника сказать людям о приближении дня господнего что человеку нужно остановиться перестать работать делать привычные дела чтобы вспомнить свои грехи и покаяться в библейской практике этот праздник был один день но когда евреи жили в вавилонии не были уверены в точном определении дня сделали этот праздник два дня и так звук шафара он помогает человеку задуматься о себе о боге и о своих отношениях с создателем и с ближними почему этот праздник имеет пророческий смысл дело в том что наступит день когда по звуку шафара воскреснут мертвые оживущие на земле изменятся во мгновение ока и нам важно иметь всегда напоминание об этом важном для всех верующих людей событие первое послание фессалоникийцам 4 глава 16 17 стихи потому что сам господь при возвещении пригласе архангела и трубе божий сойдет с неба и мертвые в миссии воскреснут прежде потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках средение господу на воздухе и так всегда с господом будем аминь второй стих 2 отрывок матфея 24 31 и пошлет ангелов своих с трубой у громогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их аминь мы видим священном писании что именно с трублением шафар связано пришествие господа и естественно вознесение церкви и так первое что произойдет я последовательно хочу показать по посланию фессалоникийцам что 1 1 господь сойдет с неба сам господь сойдет с неба затем будет подал сигнал при помощи шофара мертвым к воскресенье а живые изменятся во мгновение ока и шофар возвестит о начале восхищения архангел продублирует приказ господа и сопроводит это звуком трубы фактически возвещая этим начало восхищения и это будет продолжительный и громкий звук мертвые в миссии это люди которые были погружены святой дух или крещены святым духом при жизни в тело миссии то есть при помощи святого духа бог погружает нас в тело миссии и мы как в ковчеге укрываемся и получаем спасение еще один отрывок который описывает эти события да я сразу хочу сказать что я не все вам рассказываю и очень коротко сейчас касаюсь темы вот этого праздника кому интересно вы можете дополнительную информацию найти моих лекциях по праздникам господним и там вот как бы этот праздник наряду со всеми остальными освещен целиком и полностью еще один отрывок который говорит о празднике и о том что это связано именно с рублением потому что на самом деле никаких особых предписаний как праздновать этот праздник нету поэтому конечно в еврейской традиции определенным образом празднуется роша шана но привязки и исполнение пророческого этого праздника вот о чем мы сейчас говорим с вами 1 коринфянам 15 51 53 говорю вам тайну не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вас трубит и мертвое воскреснуть нетленными а мы изменимся ибо тленному сему надлежит облечься внедление и смертному сему облечься бессмертия амин все это показывает что праздники имеют пророческое значение но к сожалению именно этому празднику как я уже сказал не придается особое значение в христианском мире да и другие праздники сегодня обросли традициями других народов и стала как бы затушеванным уже значимость их в нашей духовной жизни а ведь сам господь дал нам повеление праздновать эти праздники и объяснил как это делать и вложил в это определенный смысл есть праздники как мы уже сказали которые произошли и совершились но этому празднику еще предстоит произойти представьте себе что бог давая повеление об этом празднике имел ввиду что он должен быть привязан именно к вознесению именно к тому что мы в миг изменимся и главное он привязан к пришествию господа думаю каждый верующий человек ожидает это время потому что церковь должна говорить гряди господь она ожидает своего жениха как невеста желает чтобы он пришел и взял ее на брачный пир поэтому говоря о праздниках мы просто должны понимать что все вот эти танахические праздники установил бог но праздники в других народах придумывали люди и очень часто они возникали на базе язычества и именно с языческими божествами имели связь к сожалению сегодня в христианстве многие праздники обросли уже как мохом вот этими языческими как бы наростами налетами возьмите песах и сравните его с пасхой знаете как далеко находится восток от запада так далеко сегодня находится скажем скажем православная пасха от песаха библейского но нигде в писании нет предписания праздновать пасху именно в том смысле в котором она празднуется вот на православной территории я не критикую я просто сравниваю и песах который должен праздноваться причем написано если кто-то из другого народа хочет праздновать песах он просто должен присоединиться к еврейскому народу и во времена танохические или до пришествия мессии для того чтобы представитель другого народа мог кушать пасху он должен был обрезаться в новом завете мы знаем обрезание не нужно для других народов для нашего народа остается неизменным это заповедь но предписание праздновать песах остается таким же оно не меняется в тысячелетнем царстве об этом подробно сказано в книге пророка языки и никто не может как бы придумать или дать другой ход этому празднику если бог говорит что праздновать нужно с опресноками то и в новом завете апостол павел призывает праздновать пасху с опресноками а не со сдобными булками куличами и так далее поэтому просто задумайтесь люди если вы хотите праздновать праздники которые назначил бог не не бойтесь изменить ход этого праздника обычно людей пугают и говорят о это еврейские праздники мы то не евреи зачем нам кушать мацу дело в том что если вы хотите действительно праздновать песок кушайте мацу при этом вы не станете евреями хотя многие верующие говорят что относятся к израилю являются духовными израилем и народом божьим но достаточно категорически отказываются делать так как повелел господь боясь как бы не впасть в закон и как бы чего плохого не вышло честно говоря на мой взгляд это абсурдные вещи люди не боятся на песок кушать квасное а боятся кушать мацу более того празднуют пасху не тогда когда песок не тогда когда празднуется это еврейском народе а сдвинули это на две недели получается празднуют уже что-то другое а ведь четко написано в писании что жертву нужно приносить в назначенное время и это время назначаешь не ты и не я его назначает бог поэтому посмотрите до какой степени изменились библейские праздники в других народах я искренне верю что бог призывает нас к реформации к тому чтобы мы изменили то что откровенно выглядит как язычество и при этом имеет какие-то еще там вот такие искусственные привязки к писаниям к библии чисто вот по названию по каким-то определениям возлюбленные братья и сестры я просто хочу сказать что праздники данные богом еврейскому народу сохранились в нашем еврейском народе они сохранились традициях и в этом нет ничего плохого страшного пугающего в этих праздниках отражена воля бога по отношению каждому человеку каждому народу прочтите прочтите Танах прочтите Тору и вы увидите что бог хочет чтобы все народы приходили на суккот бог говорит через пророка Захарию что если какой-то представитель народа в тысячелетнем царстве не придет на суккот в Иерусалим то бог и дождя тогда не даст этой земле мы видим что праздники настолько сильно имеют связь с Ешуом Мессией что они не могут быть отменены или изменены это все равно что отменить Мессию отменить значимость Ешуа в нашем с вами спасении в нашей жизни и в нашей будущей жизни поэтому давайте просто трезво посмотрим не через призму собственного какого-то мировоззрения а через пророчество через Писание посмотрим на эти праздники и поймем что все таки сегодня мессианские евреи то есть евреи да но верующие в Ешуа так же как и весь христианский мир мы исповедуем его своим спасителем своим господом своим царем а он царь иудейский обратите внимание это четко тоже написано в новом завете именно к нему привязаны все эти праздники поэтому мы не можем и не имеем права вносить никакие изменения исторически мы знаем чем это вызвано это было вызвано нежеланием просто людей иметь отношение к евреям к еврейскому народу но это все антисемитизм если в ком-то еще остались эти вещи просто покаяться нужно и изменить свою жизнь потому что этот народ приносил и приносит жертвы за вас будьте благословенны аминь дорогие друзья шалом мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте оазис медиа в 2013 году в январе мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов чтобы интересующиеся могли понять рассмотреть и выучить какие-то аспекты библии с еврейской позиции уверен что это помогает вам у вашей вере чтобы становиться и возрастать и понимать писание намного больше вместе с этим я хочу напомнить вам что этот волонтерный добровольный проект мы ведем выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним это стоит нам денег я не очень люблю просить но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой если господь располагает вас ни в коем случае вы ничего не обязаны и вы все-таки захотите пожертвовать два пять три доллара сколько захотите то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита давать вам видеть большее количество учений и я уверен что это будет благословение и для вас и для нас мы создали такую возможность если вы нажмете вот на эту кнопку донейт пожертвовать и войдете в нее то там будет возможность через paypal систему сделать небольшое пожертвование это будет благословением уверен для нас уверен для вас пусть бог благословит вас спасибо что вы с оазис медиа